Всем привет! Приехал с работы. Все время хочется сказать на другую работу. Да, какая работа. И это, в общем, как ее сказать, антропологическая экспедиция. Во! Или музей. Тоже нормально. Сейчас посмотрим. Что нового в пинджаках? Рубашка. Да, конечно, это глухой винтаж. Ничего не скажешь. Ух ты какой! Какой! О, вот это уже интересно. Это Брукс Брадерс. Даже название. Мэрисон. И это шерсть. Конечно, белый. Вот одно малейшее пятнышко, типа вот этого. Ну, это на подкладке. И кранты. Ну, посмотрю сейчас. Посмотрю. Посмотрю, где сделан. Так что-то похоже на винтажный. Американский или итальянский. Федяки почем? Шесть, что ли? Не нашел я такого. Мэдисон модель есть. Но чтобы был белый, шерстяной, где и мужской. Но, наверное, возьму. Если я найду пятно, или окажется что-то не то. Пятно не то. Верну его то-то обратно. Ничего страшного. Пятяк классный. Я когда увидел его, думаю, вот это прямо Пендальтон. Замерный мне попался. Что-то типа того. Но, увы. Это не Пендальтон, это Мюльбергер. Вот Массимо Паскалли. Я так понимаю, это ткань. А сшил какой-то Баумблер. А, это кто тогда был? На этикетке тоже что-то все. Шпрехензи-Дойч. Что, прямо из Германии, что ли, привезли? Где сделан-то? Покрытым мраком тайны. Ну, так да, так симпатичный. Но я такого не нашел. И это значит, что и покупатели его не найдут. Потенциально. Так что, увы. А это вот маечка. Винстон Сейлэм. Оптимист. Футбольная лига. Ну, вот здесь так. Нормальный футбол называют. Рефери. Взял на Вамерике. Давно это было. Оптимистическая лига. Ну, да. Смотрим, что называется, на игры с оптимизмом. Да. Забавно. И вот штаны я, наверное, возьму. У меня такие черные. Для лета очень удобные. Это такие, по-моему, они называются utility pants. Обалденно удобная вещь. Не труться, не мнутся. В них ни жарко, ни холодно. Очень универсальные. По местной погоде это практически на круглый год. Что такое приклеилось? Карманы. Все еще надо. Сколько они будут стоить? 5 долларов. Нормально. Так, ну, что нового на обувном фронте? Гагир, бренд незнакомый. А, пока не знаю. А это руки. Джамбуд. Что-то легковато, конечно. Но отличное состояние. Нет, этот вот там, скорее всего, идут к папе. Это сейчас проверю. Вот это кладбище DVD-плееров. И сегодня мне повезло. Я уже уцепил. И поскольку она меня сдерживала, эта бабаська, я уже ее тащил в машину. Покажу потом в обзорах. CD-плеер винтажный, GVC с пультом за пятерик. Думаю, от 80 до 100 будет стоить. Если работает. Чистить шкиворотку, али не чистить. Это, конечно, ну да. Так что, да. Вот так вот, смотрю, вот все время здесь. Какие-нибудь винтажные CD-плееры могут стоить прям нормально. Или деки кассетные. Вот у кого поблизости есть Second Hand, где электронику сбрасывают. Кассетные деки с реверсами на обоих карманах. Даже сломанные. Если дешево купите, могут что-то стоить. Имейте в виду. Посмотрим, что новенького на обувной вешалке. О! Это волобис женские на крепе. Ну, в принципе, думаю, 30-35 они будут стоить. Можно взять. Размер маленький. Вижу, что где-то 6-6,5-7 где-то так. Ну, даже вот эта вот кожаная фигня. Что можно взять? Nike ACG. Ну, могли бы кто-то стоить. О! О! Смотри, как стерта пятка. ACG такой бренд. в этом смысле линия, что что-то стоит, что-то нет. Ну, я пробью, конечно, но я сомневаюсь. А Clarks перспективней. Хотя и женский. Вот, только что подложили. Тимберлены. Ну, они так, в общем, конечно, 25, может и будут стоить, может и 30, но не сразу. Сейчас у нас обувь слишком все заполнено. А вот, Хьюго, Вителли. Тут вам и лапа трауса и это самое. Но, это, скорее всего, имитация. Где Хьюго, Вителли, это сделано? Китай. там, честно, написали. Все сделано вручную. Все сделано человеком. На Шанхайской подпольной фабрике. Хотя, нет, это может и не подпольная. Это же не подделка под вывитом. Воркс. Это рабочий, женский, с остальным носком. Вот ничего не выдавало в них рабочий прикол. То есть, надо посмотреть хорошо так все. А, вон, пятка сточная сношена. До свидания. Ну, так много появилось за выходные ко мне не было. Как в фильме, пока я спал. Так, безделушки. Абременский музыканты играет. Хотя нет, тут коровы. Ну, так просто наставили животных друг на друга. Да, обновляется. Значит, разбираюсь все это. Секреплятор, старый, каруселька, камушки. Это вот для чего эти камушки-то? флукерс. А, это пища, ребята. Это пища для морских черепах. Там, я вижу, даже червяки. Да. Подерж ты. черепахи у нас нет, так что. Селик пенсионерам. А, вон там, он, зулейка, вон там. Это может стоить, если она сделана где-нибудь в Германии. Ничего не написано, где сделано. Я посмотрел на дне. просто копирайте и все. Ну, как такой продавать? Поверьте мне, это классная вещь. И вот пожарная машинка. Пока еще решил попасть или нет, такое чувство, что или самопал, или очень глухой винтаж. три что ли доллара там не стоит вон на дне. Не, возьму, потому что ну сколько-то она будет стоить. Закедаю как-то сюда попали к горшкам. Статуи пеликана. Ну это вот явно у дома. У дома у океана. такие ставят. А посмотрите, это стеклянные как не знаю назвать. В общем, стеклянные банки, кофе, чай и сахар. Ну сколько тут сахара едят. Я думаю, сахар, бочонок для сахара должен быть таким же, как для кофе, если в два раза больше. И чай, конечно, рассыпной чай, это очень смешно. А, ну да, они гнил просто пакетики положат, конечно же, да. Какой рассыпной чай-то? Они на него что-то посмотрят, скажут, что это за мусор. Что мы еще такое еще не пили еще никогда в жизни и не будем. Бутылки всякие. Так, что еще тут из обуви. Батюшки. Еще одно чудо. Кроссовко строение от всем известной фирмы. Батюшки Светы. Это что такое вообще? Это вот даже Оно. Ну, можно убрать не проверяя, потому что у Найков чем ничуть не тем дороже. Почему обычный цена? Я думаю, что нормально. Так, а это что? А это еще и с шерстью. но это не Найки. А, это Universal Threads. Недорогой бренд. Ну, тогда прикольно. бас. Сиротливый Джордан ретро. Сейчас посмотреть, найти второй и пробить. Что-то мне, правда, подсказывает, что вряд ли они что-то стоят. еще и они должны быть этими настоящими. Так, что тут еще подложили. Хэшпапис женские. Видите, уже замшпатилась. Кларкса, что ли? А, да. Не, ну, это нормально. Нормальная подошва в хорошем состоянии. Ботинки. Размер нормальный 46-й. Искусственно состаренные. Такие стильные. Кстати, у меня, по-моему, такие, то ли Кларкс, то ли Рокпорт. Очень классно, кстати, смотрят. Сказал, вот они так состаренные. Сзади и спереди. И даже чуть-чуть еще там какой-то пыль как ее уплотнение. Да, это нормально. И это уж всяко разно 30 будет стоить. Может, даже и чуть больше. В таком очень хорошем состоянии. Мне такие не надо. Нет, великие. Вот эти, к сожалению. Ну, такие были проданы за 29, но что-то я стремаюсь с такими здоровенными связываться. Они это самое Tensulate. То есть это в зиму. недорогой брен, к сожалению. Поэтому увы. Нет, так, я тут еще вам показываю, кручу башкой. А, вон там вижу какие-то еще чудные найки. Вот, сейчас покажу. во. это мои Clarksick и тут пока поставить. Так, сейчас я подниму потом. Это что такое? А, ACG. Надо же. ой, да, ACG, ACG, но пятка потерлась, женские. Да. Меня терзают смутные сомнения. Нет. Нивец практически натуральную величину. Господь мой пастырь. И кресло с такими травмными оторочками вещь. Иногда думаешь, вот, дизайнеры, вот, чем они думали, или сколько они выпили и что курили. группа этих самых, хотел сказать, крестьян, но тут вон и интеллигенция тоже. А, с другой какой-то или ничего такой. Она сейчас с другой, она с этой, как это называется, концертина, что ли. Да, прикольнее, конечно, такое. Все, что я знаю, я узнал от вина. Ну, конечно. Откуда же еще-то? Не из книг же. Правильно. Спасичничка. Загадочный предмет. И вот еще. Верь. Товарищ, верь. Это хорошо, знаете, в бинах повесить, так, там, перед входом, так. Верь. Надейся и ищи. Может, ты найдешь что-нибудь. Ну, а вот, забежал в бины ненадолго. От компонента GVC. Что-то мог бы стоить, если бы он у него не провалился туда, вовнутрь этот разъем. и неизвестно работает или нет. А может работать, диск можешь не читать. Все, что угодно. И вот какая прелесть, кроличьи полушубок. Я уже посмотрел, они. Вот такой за 30 висит, а тут еще даже есть дефекты. Только если, конечно, для каких-то крафтов что-то делать из этих шкурок. Тяжелый, зараза. Анциклопедия Британика. Кому начав нужна? Вопрос риторический. Так, в общем, запустение, я бы сказал. Так, потрепанный. в принципе, можно уже было догадаться, что это не сильно стоит. Даже в лучшем состоянии. Тут, вы уже видите, пятка прям конкретно пошла. Даже в лучшем состоянии, там они 15, 17. Это вообще. Ну, и главное, уже совсем не тот второй год, который был. Топереча, не то, что давеча. И вот, какая красота. Даже без ключа. Музыкальная шкатулка с инкрустацией. Сделана в Италии. Играет Лебестрам, по-моему, это «Грёзы любви», роман с этого листа. Нет. Не знаю. Соренто. Точно такая была продана на Ибэе за 19. А здесь ключа ключа Нет ключа и, соответственно, нет заводилки здесь. Так что, приятная вещеца. сразу выделяется своей, что называется, красотой и симпатичной кубки «Вера Мода» синтетическая и «Гэлэри». Увы, ничего не стоит. А лёгкие, кстати, мы, по-моему, продали «Вишневые», что ли. У какого-то бренда более популярного, чем эти. Но долго висела, по-моему, пару лет, что ли. Представьте, шуба такая, прям, до 5. Эту такую коробку занимала. Печалька. Как симпатичный светорог. акрилик с шерстью. Мильбурн кантри. Винтаж. Конечно. В отличном состоянии, но, увы, ничего не стоит. Шорты женские. Но, когда называется «Милан», то, конечно, скорее всего, в принципе, тег должен был мне сказать, что не трать время, что даже 20 долларов ещё уценили. Это лён с чем-то смешаннее. А вот это, смотрите, какая крутизна. Это для велосипедных гонок, я так понимаю. Фирма называется вон, «Волюр». Где он в Америке. Но гербалай. Хочешь похудеть, спроси меня, как? У меня даже значок где-то был. даже он с собой его взял. Знаете, я вот с таким значком ходил. Сам худой, как глист. И ещё, да, спроси меня, как? К сожалению, ничего не стоит. Здесь подкладка, чтобы так седло не сильно натирало. Интимные места. Ну, в общем, и сделано в Америке. Но увы, увы. А вот уже более или менее ценные. Причём, валялись никому не нужные. Сделанные в Италии фирма, где-то была, я там забыл, называется. Ну, неважно. Вот с этим, со стрельцом, со знаком стрельца, кентавра. Эти вполне могут что-то стоить. Все итальянские флаги кругом. А, вот фирма. Джордана. Вот две таких сделаны в Италии и несколько другой фирмы, но сделаны в Боснии и Герцеговине. Но они ничего не весят. Я думаю, возьму это самое. Что-то это допринесут. Ну, как такой глухой винтаж. По-моему, он немного канальный. Там взять так, так, пяти что ли канальный. Там взять смотрел выход. Но он, насколько я могу судить, не работает. Еще побит. Тяжелый, зараза. Я даже не знаю, сколько он будет стоить. 120 ватт на пять каналов. Поделить или умножить. это интересный вопрос. И вот португальские какие-то босоножки. Но, к сожалению, кадр все посмотрел. Что-то вообще как-то проданных они не очень. Отличное состояние. Сделано хорошо. так увы. Он закончил сбитой. Потому что никто не взял. Состояние хорошее. Весит они мало. Ну, нормально. А другая находка. Мне парень отдал. Он их там от грибунов специально отобрал. Так не кто отобрал. Первым спикировал на них. Чтобы грибу нам не достал. Здесь есть такие тетки. Грибу все подряд. такие. Уже все уже на них тут зуб имеет. он в общем чтоб только им не досталось отнял и отдал мне внимание. И судя по всему это настоящая гуччи. Эмблем и все конечно поношенная зараза. Но вот судя по пчелке я сразу вспомнил как дроздов когда давал интервью Шехман он был в костюме с пчелками от гучи. Навес наверное возьму сейчас еще так проверю смотрю там на язычке так отпечатано хорошо может 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 быть конечно и подделка всяк может быть но вразвес рискнуть можно пчелку прикольно ну ну вот на сегодня где-то около двух часов по-моему я проторчал да ну нормально в магазине что-то купил вот в бинах парочку вещей так в общем удалось добыть подробно расскажем в обзорах все покажем всем пока пока